Меня зовут Анна Знаменская. Я чип-диджитал офисер компании VION. Не все знают, что такое компания VION, поэтому я, наверное, чуть-чуть совсем расскажу. В России вы нас знаете как оператора BeLine, но на самом деле кроме оператора BeLine в России у нас 240 миллионов пользователей по миру, у нас 12 рынков, 9 миллиардов долларов выручка. Соответственно страны, в которых мы присутствуем, это страны России, бывшего СНГ, Узбекистан, Украина, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Алжирия, Пакистан, Багладеш и оператор VION в Италии. Я знаю, что у нас многие люди есть в Италию, поэтому может быть вы знаете наш оператор VION. Меня попросили рассказать про зачем вы сделали VION. Вы, наверное, знаете, что мы запустили мобильное приложение. Называется оно VION. И вообще это как-то странно, что телеком-оператор, собственно, зачем пошел в мобильное приложение. Ситуация заключается в следующем. Дело в том, что если посмотреть глобально вообще на рынок, связанные с технологиями и телекоммуникациями, то мы видим, что рост динамики год к году интернет-сервисов по выручке, там, рост последние там три года примерно 20%. Это вот это вот желтый график. А вот телеком, это вот самый-самый конец внизу. То есть все, я думаю, что вы даже, наверное, заметили, что никто друг другу уже не звонит. То есть все сидят, соответственно, в телефонах, все пишут. Голосовые услуги действительно падают, и поэтому телеком-операторы, многие задумываются о том, как им сделать такой вход на рынок интернет-сервисов. И по сути не только телеком-операторы, но как бы вторая такая большая линейка компаний – это банки, которые не хотят быть просто банками, которые хотят быть компаниями, которые оказывают диджитал-сервисы в области финансов. И на самом деле сейчас все такое сближение телеком-операторов, банков и интернет-компании в какой-то такой вот как бы единую, пока неопознанную субстанцию, которая называется компания, которая предоставляет диджитал-сервисы. А связано это все с тем, что количество времени, которое есть у пользователя, оно очень маленькое. В среднем пользователи пользуются в день, используют порядка восьми приложений. И получается, что там есть Facebook, есть мессенджер какой-то, соответственно, обязательно, наверное, есть банковское приложение, которым вы пользуетесь. И поэтому там очень как бы очень такая серьезная конкуренция. И поэтому мы запустили, соответственно, проект, про который я хотела рассказать. И там какие-то дать уже ленинги, которые у нас есть. Вообще мы решили, что мы меняем там полностью стратегию, мы становимся не оператором, а диджитал-компании. И у нас есть такие как бы три основных пиллера, да, три колонны. Первая, соответственно, это запуск вот этого приложения Vion, который является для нас engagement-платформой. То есть это не просто мобильное приложение. То, что вы видите сейчас, это, наверное, порядка, может быть, 10% функционала, даже меньше. Вообще для нас это очень серьезный шаг, потому что обычно корпорации, я знаю, что в зале есть люди, которые работают в стартапах и являются владельцами приложения, есть люди, которые работают, ну, как мы, на стороне корпорации. И корпорация, как правило, к выпуску продуктов подходит следующим образом. Соответственно, у него сначала есть идея, потом у него есть комитет, потом они эту идею утверждают, потом идет разработка продукта, потом тендер, вендер, да, и, соответственно, через полтора года на рынок выходит продукт или даже через два, который, в общем-то, может быть, уже никому не нужен. Мы в данном случае решили пойти по пути к такому agile. Мы сделали, по сути, MVP, то есть как бы минимальный функционал, который дальше мы планируем накатывать релизами. Соответственно, вторая наша, как бы, основная такая тема – это диджитализация каналов обслуживания. Я вот до этого работала в Тинькове, и вот все знают, что там банк Тиньков, у которого больше 5 миллионов абонентов не имеет ни одного офиса. Ну, как бы для меня лично, я до сих пор являюсь клиентом этого банка, это некий бенчмарк с точки зрения каналов обслуживания, потому что все сервисные компании, такие как банки, телеком-операторы, ритейл, авиалинии тратят огромное количество денег на поддержание, как бы, колл-центра и на поддержание офисов продаж. Соответственно, огромный, как бы, тренд, который есть сейчас в корпорациях – это максимальная диджитализация всех каналов. Здесь идет не только о, там, мобильном приложении или сайте, но в том числе и диджитализации точек обслуживания. Например, у нас есть в Грузии, мы называем это бесчеловечный офис. Это такой магазин, куда человек приходит, и там нет продавца. Это связано с тем, что в Грузии паспорта фактически это ID-карты, где внутри вшит идентификатор абонента. Соответственно, человек приходит в магазин, там нет никого, он прикладывает карточку, он получает сим-карту, сразу ему выезжает договор, он его подписывает, он может тут же в автомате купить себе аппарат. Тут же может он на панели, соответственно, пообщаться с чат-ботом, который ему расскажет, как настроить приложение. Ну, то есть это такой вот, как бы, космически идеальный офис для нас, который мы видим. И на самом деле, я думаю, что он реально за этим будущее. То есть, в принципе, все огромные ритейл-компании, даже такие, как IKEA, Leroy Merlin, которые содержат огромное количество штатов в магазинах, они все будут двигаться в эту сторону. И, соответственно, третий наш пилар – это замена всех, как бы, смена IT-систем, потому что все знают, что в телеком-операторах огромное количество технологий. Соответственно, сейчас мы пытаемся перейти на более легкий стэк, который позволит нам в том числе интегрироваться с небольшими компаниями, потому что часть нашей стратегии является в том числе работа со стартапами и работа с отдельно взятыми приложениями в рамках Marketplace, о котором сейчас я немного расскажу. Соответственно, наше приложение Avion сейчас себя представляет мессенджинг-платформу, где вы можете звонить, звонить, писать, обмениваться картинками, видео. То есть это коммуникационный tool. Также там есть доступен личный кабинет для абонентов Beeline. Но большая часть, на которой мы делаем ставку, это офферы. На самом деле, знаете, мне какое-то время назад казалось, что вся тема с офферами и с купонами, она как-то умерла, потому что был такой хайп купонных сайтов, и все как-то много про это говорили, и всего было очень много, а потом как-то это все ушло. На самом деле мы сейчас даже по статистике видим, что 53% пользователей, которые заходят в приложение, они редимят эти офферы. То есть люди реально интересуются офферами, какими-то скидками специальными, и эта тема до сих пор работает. Соответственно, у нас есть большой блок, связанный с контентом, у нас есть daily news, у нас есть новости по сегментам, и у нас есть большое количество офферов. Соответственно, эти офферы мы привлекаем от партнеров, но в будущем мы планируем построить фактически экосистему, которая позволит каждому маленькому приложению или каждой, не знаю, маленькой кофейне, соответственно, сделать upload своего оффера, и пользователь, телеком-оператор сможет этот оффер зарядить и сможет им воспользоваться. То есть фактически это будет открытая API для разработчиков. Соответственно, мы запустили в июле в тестовом режиме в soft launch эту платформу. Мы запустили ее в пяти странах. Это Пакистан, Украина, Грузия, Россия и Италия. И, собственно, рекламная кампания у нас началась некоторое время назад. Поэтому, когда меня просили рассказать про результаты Виона, поскольку это все запущено недавно, то сейчас пока очень рано оценивать результаты, но у нас больше миллиона уже установок. Но я хотела рассказать небольшой use case, потому что всегда спрашивают… То есть проблема, с которой на самом деле мы столкнулись, она связана с тем, что пользователи делают установку, особенно учитывая то, что у нас уже есть 200 миллионов пользователей во всех этих странах. То есть у нас не стоит задача покупки трафика, потому что задача покупки инсталлов обычно есть у того, у кого нет бренда, он выходит на рынок первый раз. По сути, у нас уже есть эти люди. Соответственно, наша задача превратить их из абонентов телеком-оператора в пользователей мобильного приложения. И понятно, что мы пошли по пути к такому классическому установи приложение, получишь гигабайты трафика, установи приложение, будет розыгрыш айфона. И на самом деле это вся история работы. Действительно, установок очень много. То есть, казалось бы, вроде такая банальная вещь, как розыгрыш айфона реально работает. Она сильно увеличивает базу установок, но потом мы сразу видим через несколько недель, что у нас вот такой uninstall rate. То есть, соответственно, люди начинают удалять приложение. И поэтому основная тема связана с engagement. Мне вообще кажется, что, знаете, сейчас основной фокус маркетологов в мобайле, он должен быть не про то, где купить трафик, потому что все уже знают, где его купить, как его купить, как с аналитикой работать. Основной фокус должен быть на engagement пользователя в продукте. Потому что многие мобильные продукты, они не меняются вообще. Ну, то есть, вот ты там заходишь месяцами, да, и там одно и то же. Многие мобильные продукты присылают там пуш-нотификации совершенно как бы такие вот, ну, как бы классические, очевидно, что они с датой вообще не работают. То есть, все как бы идет вокруг engagement. И мы, собственно, сделали такую историю. Мы в приложении мой Билайн, вот на отдельно взятом рынке, мы сделали абсолютно бесплатную связь. Мы сказали, все люди, которые установят приложение, соответственно, получат возможность в течение месяца бесплатно разговаривать. 100 минут бесплатно, 100 мегабайт и 100 смс. И для того, чтобы дальше обсолить этого пользователя, нам нужна его кредитная карточка. Мы говорим, соответственно, добавь свою кредитную карточку, да, и можешь общаться бесплатно. И, соответственно, каждый месяц, если у тебя есть кредитная карточка, и ты продолжаешь общаться бесплатно. То есть, вот, как бы основная тема в том, чтобы делать какую-то не разовую историю с розыгрышем айфона, да, или с каким-то подарком, да, а чтобы это был какой-то констант, констант офферинг такой. И у нас, соответственно, вот по этому офферу, то есть мы сделали, когда все бесплатно, дальше мы сказали, это примерно 2 доллара, 5 лар в месяц, 2 доллара, соответственно, это тариф basic, и следующий тариф, соответственно, который там уже идет сильно дороже. И мы попросили банковскую карту, которую люди должны, соответственно, там оставить. Также вот предыдущая, предыдущая спикер говорила про кредиты операторов. На самом деле это действительно очень важная тема, потому что приложения развиваются тогда, когда развивается проникновение смартфонов. То есть может быть мы тут как бы вот сидим в Москве, и нам кажется, что у нас тут уже все как бы с айфонами, но на самом деле там это не так, да, то есть как бы фичи фонов еще довольно много, и, соответственно, от того, как операторы работают со смартфонами, очень сильно зависит, насколько будет проникновение приложений во всех других странах, в том числе в регионах России. Соответственно, мы, например, сделали такую историю, когда ты через интернет можешь фактически заказать себе телефон и платить за него 4 доллара в месяц. То есть это кредит на два года, и фактически мы сразу увеличиваем сильно очень базу смартфонов. Но вот у нас было три канала. Мы сделали, соответственно, сайт FreeVolution, куда мы приводили трафик из Facebook, из Google, и, соответственно, из веб-источников. То есть это был веб-фанел, где человек оставлял, соответственно, там свои данные, оставлял номер телефона. Дальше номер телефона приходил смс. Дальше, соответственно, он по OneLink, то есть iOS, Android, OneLink, соответственно, он делал доунлод этого приложения MyBeline. Он заходил в это приложение и как бы оставлял свою кредитную карту и, соответственно, получал бесплатно этот тариф. Второе – это было непосредственно в приложении активация и в магазинах. Магазины, кстати, очень хорошо работают. Такие, знаете, у нас появились, мы видим данные, что когда пользователь установил приложение именно в ритейле, как правило, там очень низкий uninstall, потому что человек это делает как бы осознанно, ему, соответственно, объясняет человек в магазине о том, как это работает. То есть это решение принимается осознанно, поэтому uninstall очень низкий. Соответственно, у нас было три источника, то есть мобайл, веб и магазины. И вот у нас как бы результаты, которые у нас были. То есть у нас 30% всех наших смартфон-пользователей, соответственно, загрузили приложение. У нас на 20% выросли продажи смартфонов в течение первого месяца буквально. 27% у нас сделали активацию этого оффера. И там почти 20% оставили свою кредитную карточку. И надо сказать еще, что примерно 30% из этих пользователей, они обселились. То есть вот те люди, которые что-то взяли бесплатно, 30%, соответственно, они платят каждый месяц. По поводу аналитики данных. Значит, мы визуализируем данные на графане. У нас есть кисметрикс, который стоит на нашем веб-фанеле. Ну, то есть сначала мы, конечно, прорисовали все юзер-джорни. Мы как бы прорисовали все пути пользователя, если он приходит из веба, если он приходит из мобайла, если он приходит, соответственно, из магазина. То есть у нас был составлен полная как бы карта кликов и юзер-джорни. Дальше мы поставили аналитику. И, соответственно, в приложении у нас стоит Firebase, у нас стоит апслайер. И все данные мы собираем и визуализируем на графане. И просто как бы в реал-тайме мы реально по часам смотрим, какой тариф у нас купили, из какого источника его купили, как бы как человек обселится. Соответственно, как только у нас начинается какая-то рекламная кампания, вот это просто вот эта графана, она висит у меня в офисе, прям на стене. То есть я прям, мы прям в реал-тайме видим, что там трафик пошел, соответственно, там началась какая-то рекламная кампания, что-то сразу происходит. Поэтому вот работа с данными, она, конечно, очень… Меня просто спрашивали, какую вы аналитику применяете. Поэтому вот аналитика у нас такая на самом деле. Ну, в общем, наша задача вот сделать так, чтобы 50% базы к концу года стали нашими диджитал-кастерами, то есть обслуживались у нас в онлайне. Собственно, вот как бы это все мои слайды, но я хотела сказать следующее. Вот что, как бы то, что мы видим именно по поведению пользователей, и поскольку здесь есть две части аудитории, одна часть аудитории, которая имеет свои приложения, соответственно, с этим приложением мы планируем работать в рамках маркетплейса. Мы собираемся делить комиссию, то есть владельцы сервисов смогут получить доступ к нашей абонентской базе, к нашим пользователям через приложение Vion. И фактически у нас будет платформа, которая позволит там заандбордить огромное количество пользователей. Соответственно, та часть аудитории, которая работает в корпорациях, мы видим, что диджитализация, как бы та диджитал-трансформация, которую мы проводим внутри компании, она очень сильно сокращает косты. И вот эта вот диджитализация диджитал-каналов и разработка user journey позволяет нам… То есть, во-первых, у нас снижается черн. Черн – это отток, соответственно, да, то есть отток абонентов к другому оператору. На самом деле эти цифры довольно высокие, люди постоянно уходят. То есть диджитализация всех диджитал-каналов – это чат-боты, это, соответственно, веб-сайты, это мобильные приложения, это диджитал-панели в магазинах. То есть это реально снижает черный, это снижает косты. И на самом деле вот то количество офферов, которые у нас есть сейчас, и та как бы реакция пользователей, она позволяет все-таки говорить о том, что мы вернулись обратно как бы к модели такого, знаете, единого окна. То есть когда я была коммерческим директором Rambler, у нас там Rambler из себя представлял как бы сайт, на котором, в общем, были все сервисы. Это было недвижимость, и знакомство, и поиск, и почта, и новости. И вот там это было 10 лет назад. И тогда как бы большое количество сервисов было в одном. Потом началась, соответственно, наоборот модель, когда стали как бы сервисы расползаться. То есть отдельное приложение для одной функции, следующее приложение для другой функции. То есть дейтинг здесь, такси здесь, новости здесь. Но мне кажется, что сейчас идет тенденция обратно к возврату в какой-то вот такой one digital touch point. Поэтому я вас просто призываю в ваших приложениях думать не только как бы о покупке трафика, но об engagement и о работе с продуктом внутри. Потому что, ну вот, по крайней мере, то, что мы видим, то есть как бы чем больше у нас контента и чем больше офферов в приложении, тем больше мы видим положительную реакцию пользователей, соответственно, уменьшение нонсталов и как бы увеличение виральности, в том числе и приложения. Ира, я, наверное, закончила свою часть. Вы попросили сказать про Vion. Привет. Что-то такое, с чем его едят. Мы все хотим встретиться с Аней. То ли то на вечеринке, то где-то. И вот встретились наконец-то. Вопросы из зала. Первое. Поднимите руки. Кто понял, о чем речь шла? Кто… Отлично. Кто пользуется? У кого скачано приложение? Теперь. Отлично. Я тоже. Вопросы. Так, руки хорошо поднимаете. Я проверила. Руки поднимать умеете. Теперь переходим к вопросам. Ну, у меня глобальный большой такой, да, который, собственно, Сережа там хотел передать. Он про стратегическое видение, что с телекомом, чего ждать в будущем и какие у этого прикладные могут быть истории. То есть вот здесь сидят разные ребята из прекрасных разных маленьких и больших компаний, о чем они тоже со своей стороны могут задуматься, чтобы правильно встроиться, возможно, в какие-то большие глобальные изменения. Вот смотри, я думаю, что вот как бы весь телеком как-то… Потому что через 20 лет будет одно сплошное телевидение, да. Через 20 лет будет один интернет. Никакого телекома через 20 лет не будет. Но в любом случае, то есть понятно, что телеком-оператор является владельцем инфраструктуры. То есть он вложил деньги в вышки, в кабеля, соответственно, да. И поэтому как бы не будет телеком-оператора, не будет никаких приложений. Потому что ну как бы интернета не будет, ничего работать не будет, да. Но как бы сам оператор, соответственно, кроме того, что он владелец инфраструктуры, он хочет быть частью этой диджитал-экосистемы. И поэтому все операторы пытаются туда встроиться. Либо выпуская какие-то финансовые продукты, например, карты, создавая банки. Да, мы знаем, что другие операторы там владеют банками условно. Либо создавая вот такие как бы engagement платформы. Поэтому поскольку оператор, помимо владения сетью, будет владеть еще платформой, на эту платформу будут анбордиться, соответственно, все вот эти сервисы. Поэтому в будущем оператор будет являться такой как бы площадкой. Вот как, знаешь, есть большой торговый центр. У тебя есть бутик, ты приходишь, арендуешься в этом торговом центре места. У торгового центра есть проходимость, есть трафик, есть люди. Но тут, собственно говоря, такая же модель. То есть мы говорим, у нас есть пользователи, а у вас есть контент. У вас есть сервисы. Вы умеете, соответственно, с этим работать. То есть давайте сделаем как бы такое партнерство, когда, соответственно, мы своим пользователям через нашу платформу сможем предложить ваши сервисы. Но самое главное в этом во всем это дата. Потому что основная сложность состоит в том, чтобы… Тут сразу возникает вопрос. А как вот, например, если у нас есть, не знаю, 2000 сервисов, у нас есть только 4 компании такси, например. У нас есть, я не знаю, 5 компаний по букированию билетов. Как мы поймем, какую компанию, какой сервис, да вообще какое направление предложить пользователю. Здесь возникает самый главный вопрос – это работа с большими данными. Потому что это, как говорят, что бигдата – это как тинейдж секс, подосковый секс. Все об этом говорят, но никто не пробовал. И на самом деле, несмотря на то, что про бигдату говорят очень давно, но как бы реально рабочих моделей, вот таких юзкейсов, их очень мало. И у нас сейчас на самом деле все как бы силы там, у нас, у банков многих, вот таких корпораций, которые работают, у которых много, которые сидят на данных, у которых много даты, брошено на то, чтобы делать юзкейсы и модели, как конкретному пользователю, у которого есть определенный юзер джорни, определенное поведение, какие ему сервисы предложить, чтобы там был максимально высокий CTR, то есть максимально высокий конвершен рейт и была максимально высокая отдача. Вот то, что коллега рассказывала про деньги в Бразилии и так далее, это же тоже все дата, которую необходимо учитывать. Потому что если у человека айфон, совершенно не значит, что ему нужно предлагать Мальдивы. Это вообще ни о чем не говорит. Поэтому работа с большими данными – это такой next big step для нас. Вопросы появились? Мы просто отсюда плохо видим, поэтому если вы руки поднимаете, девушка симпатичная, прям рядой сидит. Кричите и подпрыгивайте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, вот вы рассказывали про купоны, то, что вы хотите завести. Сейчас вот, допустим, есть такие приложения, как кэшбэки. И когда многие сейчас операторы и многие другие предлагают, что, допустим, переход идет, покупка, и потом, соответственно, оплата у вас, допустим, в Билайн, на вашем сервисе вот этим вот кэшбэком. То есть переход, допустим, в магазин какой-то, там покупка происходит, и за кэшбэк человек оплачивает именно у вас уже потом что-то. Австралия? Да, это хороший вопрос на самом деле. Во-первых, у нас есть большое количество всяких финансовых сервисов. То есть у нас есть карта, у нас есть платежи, переводы, страхование и так далее. Но мне на самом деле кажется, что мы недостаточно хорошо своих пользователей информируем. То есть сервисы есть, есть какое-то ядро лояльных пользователей. Но опять же возвращаясь к вопросу даты. То есть нужно понять, какому пользователю данный конкретный сервис как бы нужно интересен, потому что не можешь заспамить смс-ом всю базу сказать, знаете, у меня есть 42 продукта, вот давайте вот как бы и каждый день соответственно там спам по этим 42 продуктам. Поэтому как раз такие программы лояльности, да, мы их рассматриваем и в рамках, в рамках соответственно Виона будет возможность в том числе как бы, да, списание с карты, соответственно, кэшбэка, начисление всяких баллов, бонусов и так далее, да. Это все в процессе. У нас, наверное, последний временно последний вопрос остался, если есть желающий в зале. Уже снова можно, вот есть желающий в зале, уже снова можно проснуться, вы уже поспали после обеда и второе дыхание. А что, так хорошо кормили? Спасибо за доклад, меня зовут Александр. У меня такой вопрос философский, что будет являться успехом для Виона и что будет являться неуспехом для Виона в рамках продукта. Спасибо. Хороший вопрос, конечно, самый. Успехом, ну понятно, что там есть метрики, которые мы анализируем, да, есть там даунлоуды, есть мау, есть дау, при этом опять же говорю, что там я считаю, что в нашем случае там даунлоуды это как бы совершенно там неважная история, потому что у нас есть большая абонентская база. То есть самое главное это retention и как бы поскольку мы говорим про коммуникационный продукт, на самом деле очень сильно отличается рынок от рынка. Вот до этого тоже говорили про международные рынки. Например, наши рынки такие как, я не знаю, там Пакистан, Бангладеш, Грузия, Армения, там очень высокое количество коммуникаций. То есть люди используют как мессенджер, да, приложение. В России, например, поскольку, ну, как бы люди действительно перекормлены мессенджерами, эти мессенджеры пришли на рынок давно, люди очень активно используют офферы, мессенджер используют меньше. Поэтому получается, что для каждой страны как бы есть какие-то свои ключевые метрики с точки зрения именно продукта внутри, да, то есть какой функционал продукта будет использован. Но основная тема это, конечно, retention. То есть это как бы мау и соответственно retention по отношению к этому мау. Ну, как бы я там конкретные цифры не могу сказать, потому что мы там сам-сам еще начали, да, то есть у нас вот есть 240 миллионов абонентов, там из них, не знаю, там есть проникновение смартфонов, там 40 процентов. Вот как бы успех будет, если мы там заонбордим всех, соответственно, там сто с лишним миллионов человек и при этом их не просто заонбордим, да, они будут там ежедневно пользоваться приложением и будет retention хорош. Здравствуйте, а можно еще один маленький вопросик? Я вот здесь. Вы сказали про то, что много еще фитч-фонов. Вот какое проникновение смартфонов сети Beeline? Какое процентное соотношение? Ну, опять же, это от рынка к рынку зависит. В России? Ну, я вам не могу сказать данные. Это секрет? Они не публичные, да. А МТС говорили? Ну, в целом, как бы в целом по рынку, соответственно, да, то есть как бы уже половина. Ну, хотя бы приблизительно, там 50 на 50, 70 на 30, 10 на 90. Да, уже примерно 50 на 50. Уже 50 на 50? То есть 50 процентов пользователей мобильной связи сидят на кнопочных телефонах до сих пор? Ну, смотря какой регион. Вы вообще имеете в виду? Вообще по России в среднем. Ну, по России я вам не могу сказать конкретные данные. Ну, а 50 это в каком регионе? Хорошо, как скажете. Анна, здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Михаил. Я продакт из компании EdoDeal. Я профессионал в купонах, кэшбэках и офферах. И мы это делаем уже два с половиной года. И многие нас знают. Здесь наша команда. И если вы знаете, это стартап на 20 человек. И все, что мы делаем, это вот соразмерно нашему уровню компании. То есть мы собираем офферу на рынке свободные. Мы собираем купоны. Мы сейчас делаем кэшбэк. И это для нас является соразмерным. То есть мы можем это делать, мы можем это драйвить. И когда я смотрю продукты от компании Beeline, у которых работает тысяча специалистов, тысячи там крупные офисы. Вы знаете, так кажется. Тысячи специалистов, которые там работают, они в основном занимаются связью. И в том, что люди, которые занимаются тем, чем занимаетесь вы, этих людей очень немного в компании. Потому что компания как бы пошла в диджитал совсем недавно. Поэтому так реально работают, да, там 50 плюс тысяч человек во всех странах. Мне кажется, это просто несоразмерно амбициям самого Beeline. То есть мы двигаетесь туда, куда могут делать маленькие стартапы продукты. Ну то есть это кажется какое-то движение в сторону. Но то есть мы же с вами вместе наблюдали, как хаотично двигался Rambler, когда он говорил, мы из медиа теперь превращаемся в технологическую компанию, а потом обратно. Все правильно. Абсолютно. Вы точно говорите. Именно поэтому наша модель не собирать купоны по рынку. Наша модель сделать marketplace, где мы будем сотрудничать с такими компаниями, как ваши. Абсолютно точно. Вы совершенно правы. Безусловно. Мы не собираемся сами производить контент. Мы не собираемся делать, не знаю, знакомства. Мы не собираемся ходить по кофейням собирать купоны. Вы очень правильно говорите. Окей. Получается, вот я там скачал приложение. Сейчас я понимаю, что вы на низкой базе, то есть на самом старте. А примерный roadmap, то есть когда вы будете, ну не знаю, там в своем расцвете, то есть это какой год, какой квартал, то есть когда вас посмотреть еще раз? Знаете, я думаю, если вы Цукерберга спросили там много лет назад, когда они делали приложение, не приложение, а когда они делали продукт для веба, будут ли они заниматься мобайлом, они бы сказали, ну знаете, ну не знаем, да. А потом они решили, что они занимаются только мобайлом, больше ничем. Поэтому когда мы будем в расцвете, я вам сказать не могу, но я могу точно сказать, что вот как бы та платформа, о которой мы говорим для анбординга сервисов, она будет в следующем году. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Понятно. Ну, подходите, да, пообщаемся. Спасибо. 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 Спасибо.